Геннадий Труханов отчитался перед одесситами. Мероприятие проходило в сессионном зале мэрии. Те, кто не смог туда попасть, могли наблюдать за действом у мэрии. Там устроили настоящий кинотеатр со стульчиками и большим экраном. Для остальных одесситов была организована прямая трансляция. Выступление мэра прослушали и наши корреспонденты. Несмотря на то, что выступление мэра было дебютным, складывалось стойкое ощущение того, что это уже когда-то было. Перед мэрией толпились приглашенные в добровольно принудительном порядке зрители. В основном сотрудники коммунальных учреждений. И все с флагами, только вместо партии регионов доверяя делам. Внутри здания просто приглашенные, среди которых были известны в городе артисты, политики, чиновники, общественники и так далее. Впрочем, кроме губернатора и главы областного совета, никого поименно не представили. Сначала присутствующих развлекал видео Труханов. Ролики с ним в главной роли демонстрировались первые полчаса. Красивые слова, красивый костюм, красивая картинка. Но вот на сцену вышел сам Геннадий Леонидович. Первым делом Труханов пожаловался на условия, в которых ему пришлось работать ввиду сложной экономической ситуации, сепаратизма и войны на востоке Украины. Как вы помните, было время социально-экономического и политического кризиса в стране, который непосредственно ударил и по Одессе. В дебютном выступлении Геннадий Труханов не стал кивать на попередников. Какое хозяйство я застал. И в этом вводном слове, я вам скажу, я не буду кивать на, как у нас модно было в определенные времена, на попередников. Но это было единственное отличие Геннадия Труханова от его попередника, когда-то соратника Геннадия Леонидовича по партии регионов и коллеги во всех смыслах по мерзкой деятельности. Это был самый трудный год моей администрации. То, что в последнее время город катился в финансовой и экономической катастрофе, понимали даже не специалисты. Можно с уверенностью сказать, что за последние десятилетия в таких условиях не приходилось работать ни одному мэру. Одесситы стали настоящими хозяевами своего города и почувствовали, что в городе появилась власть, которая выражает их чайниками. Я могу с уверенностью сказать, что такой открытости и доступности власти мэра, который существует сегодня, Одесса еще не знала. Местные инициативы, общие собрания граждан стали механизмами участия одесситов в управлении города. Мы посадили за стол переговоров активистов самых разных организаций и течений. Кроме общих слов, у городских голов оказались еще и общие достижения. Подписан договор о строительстве городской больницы скорой помощи. Продолжается строительство новой больницы скорой помощи. Строительство детской поликлиники в Суворовском районе. В Суворовском районе завершается строительство новой детской поликлиники. Реконструкция инфекционной больницы. Особраны работы по достройке новых корпусов городской клинической инфекционной больницы. Во всех остальных аспектах Геннадий Леонидович, кажется, пошел еще дальше своего предшественника. Он докладывал о несуществующих успехах, несуществующих достижениях, несуществующих победах. Например, открытием для многих стало то, что Геннадий Леонидович сам лично полностью победил коррупцию и остановил незаконные стройки. То есть там, где он поставил себе плюсик, надо было ставить жирный минус. Мы смогли удержать в Одессе тарифы на проезд в городском транспорте, а также маршрутных автобусов одним из самых низких по Украине. Уровень зарегистрированной безработицы остался одним из самых низких в Украине. Доступность к городских пляжей, бесплатный проход на пляжи и доступ к морю. Что касается ликвидации стихийной застройки побережья, то мы наконец поставили жирную точку в дальнейшей застройке нашего достояния, одесских склонов. Иногда одесситы узнавали и вовсе удивительные вещи о деятельности городского головы. Например, выяснилось, что оказывается именно он упредил перевод военного командования в Николаев и к его мнению прислушивается ВМС Украины. С трудом читающий напечатанный помощниками текст Геннадий Леонидович часто сбивался, тяжело дышал и допускал откровенные ляпы. Городские власти, те, что сотрудничают с руководством ВМС Украины, проводя совместные мероприятия, призванные вырастить юных одесситов патриотами и защитниками своих родин. Оставим в стороне количество родин Геннадия Труханова. Возможно, это просто оговорка по Фрейду, особенно если вспомнить информацию о его двойном гражданстве. Да что там гражданство? Мэр путался и в количестве собственных дочерей. Я отчитываюсь перед своей матерью и всеми матерями нашего города. Отчитываюсь перед своей дочерью, дочерьми, а в ее лице перед всей молодежью, будущими одесситами. Почему молодежь не входит в состав одесситов, тоже осталось неясным. В общем, как обычно, хорошая картинка, хороший костюм, спортивная внешность. Наверное, на спортсоревнованиях в боях без правил наш мэр смотрелся бы неплохо, но в качестве оратора и тем более политического благодетеля города он явно не дотягивает. Это быстрее всего шла в действительности подготовка к выборам, потому что надо как-то поднять свой рейтинг, как-то надо имидж свой разукрасить. Ну и в итоге подходят вот такие вот разные рекламные движения по поводу того, что кто-то что-то там сделал, практически ничего не сделано. Коррупция, она до сих пор есть в университетах, вот друзья рассказывают, до сих пор экзамены заставляют платить, и это никуда не ушло. Собственно, как и все политики, я считаю, он много говорит, но ничего не делает, и это, к сожалению, правда. Вы возьмите скрытую камеру, зайдите в любую поликлинику, в любом врачу, в любую организацию, сделайте что-то. Вы тогда увидите ответ. Все остальное, оно не имеет права на жизнь. Вы понимаете. Станьте на месте любого жителя и получите информацию. Все, что остальное вам скажут здесь, это может быть блеф. Блеф, пожалуй, лучшее слово, которое может охарактеризовать всю деятельность нашего нынешнего головы. Одесситы это понимают, как понимают и то, что все предвыборные обещания остаются предвыборными обещаниями, причем переходящими по наследству. Продолжение следует...